Всем ребята, с вами снова я Афан, вы находитесь на канале Афанов Мизик, сегодня мы с вами послушаем G4 и Майот Еле Дышу, продюсер Маленький Ярче. Это вообще охуеть можно, если честно. Очень давно не видел Маленького Ярче на продакшене. Пиздец давно, блять. Но тем не менее, он есть тут. Окей. А, ну получается, в последний раз я его видел тут. Получается, в последний раз тут, да? Окей, интересно. Вот, короче, что я думаю. Мне уже передали, ребята, на Твиче, что это очередной трек 21-го года. Поэтому я безумно негодую. Безумно негодую, потому что это уже не первый раз, когда мы слушаем альбом, ой, трек с альбома G4, который старый. Так что жесткое негодование. Какого хуя? Я хочу... Дыши, ПЖ. То есть, подожди. Люди тут 2-3 года назад уже ждали. Пиздец. Короче, сейчас посмотрим. Но это, по идее, мое от образца 21-го где-то года, да? G4 я в 21-м не слушал, не знаю, что он может выдать. Очень все интересно, но пока что альбом G4, который вот выходит уже в следующую пятницу, как будто прям просто обречен на ужаснейший провал. Честно, складывается такое ощущение. Тем не менее, этот рычок набрал 19% и занял третье место, что достаточно высоко. Реально. Достаточно высоко. И если вы хотите все-таки... А, вот у G4, да, допустим, в следующую пятницу выходит альбом. Вот, подпишитесь на Телеграм и проголосуйте за альбом G4 в следующий раз, да? Чтобы, так сказать... Чтобы, так сказать, что? А вот, чтобы он побыстрее вышел. Да, интересно, а Фит с Триупилом и Кодом тоже 21-го года? Тоже интересно. Там будут, конечно, на альбоме, безусловно, интересные треки. Потому что там, походу, и со Сквором планируется трек, блядь. Что-то там был такой-то слив, да? И Триупил и Код, блядь, это вообще... То есть, есть интересные треки. Но пока что все, что мы слышим, это какие-то треки образцов 21-го года абсолютно неинтересные, ненужные, которые нужно дропнуть, блядь, на Саундклауд и забыть про них. Так что посмотрим, что это такое. Но ожидания занижены. Потому что Майот здесь, я думаю... Ну, короче, ребята, не в прайме. Я думаю, да. Слушаем. Ну, я в прайме был найдет и гаджет. Что со свидашем? Что со свидашем? Ну, я в прайме был найдет и гаджет не список, но вечно. Синекдоха, Монток, реально. Все это больше не важно. Все это больше не важно. Все это больше не важно. Мне ведь это дышать сложно. Умер, я горелся мозгом. Наполнит легкие, это то, что я сейчас хотел. Неужели я до этого давил свое тело? Я даже не верю, как это, блядь. Глубы-то треки, блядь, от двух новичков. Устаревшая хуйня, но вот, да. Ой, блядь. Я боюсь, что альбом такая нудятина будет, пиздец. Мне кажется, альбом нудятина будет жестокое просто. Именно вот, буквально жестокое. Потому что 50 треков таких слушать, это ебнешься. Это просто будет реально мука адская, нахуй. На самом деле, пиздатый просто свидос всратый. Да, вот чисто слышится даже, что это 21 года образцы. Да, до мастер сводили. Да, мастер. Обкурены. Блин, не ту лавку закинули. Я тоже думаю, как вот эти ребята, блядь, как вот эти ребята могут хуёво свести, блядь. Я не знаю. Так же, как и Джи Соги. Ну да. Бля, какой-то бред. Я не верю, блядь. Вот реально, знаете, GeForce решил сделать неадекватную вещь для русской индустрии. Поднял лично мне ажиотаж. Типа, сделал альбом из 40 плюс треков, где дохуя фитов. Респект. Это очень крутая идея. Мне пиздец нравится такого типа. Ну, не делают люди. Это рисковая хуйня. Он этим занимается. Но, блядь, он почему треки такие? Попробуй на максимум громкость просто выключить и послушать. Тут с мастером проблемы просто. Давайте я включу трек. Ой, громкость на максимум. Ну, сколько можно. Послушаю еще. Погромче включил. Тип не нравится вообще. Не, мимо. Sorry, возможно, мы, конечно, просто избавлены. Но когда выходит, блядь, вот это, потом выходит вот это, тут как бы Unluck. Sorry, но тут, блядь, вне конкуренции. Вот есть этот альбом. Ну, еще очень хвалят Getty Garden. Я его не слушал, но я верю, что это хороший альбом. Его хвалят все, кому только не лень. Когда есть вот это, как бы есть вот это, то вот это максимально просто низкая, второсортная, ненужная хуйня. Так. Ты еще со Scam of the Pot сравни. Ну, хорош. Нет, просто на заправке даже были этот, лиричные треки своего рода. Хай такой, как бы, спокойный. Пафос тоже. Не знаю, то есть тут можно с чем сравнить. Выдыхай тоже. Вот, как бы. Хз очень второсортно звучит этот трек. Моё здесь образца не праймового. Просто, просто Норман сделал. Geform вообще, блядь. Вот смотрите. Мы долго обсуждали до записи, типа, что там Geform вчера писал, что он это у Шира. Об этом поднимался разговор еще давно. Но мы просто в эту хуйню не можем поверить. Вот я и Вилончик лично. Афан, как относишься к тому, что человек, который пел «Девочка в Энсне», купил трек под ключей Егора Наци? Хуёло написал Вилончик. Да. Короче, я вот думаю, что... Просто вот, блядь... Вот даже если Geform вчера, это один человек, Попытавшись сделать такую лирику, Geform, будучи у Широй, мы бы услышали хоть какие-то тембральные особенности именно у Ширы. Понимаете? Даже вот 21-го года, если это трек. Но в чем прикол здесь? Ноль у Ширы, это лирика причем. Да и Geform я здесь не слышу, если честно, блядь. Это реально вот синекдоха Монтоку, нахуй, это он. Короче, странная хуйня. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Что Geform это у Шира? Или... Ну просто как-то сложно в это поверить, честно. Это в голове не укладывается. Как такое возможно? Одна из главных несостыковок, это как, блядь, один человек работает над двумя альбомами сразу. Причем над одним вот таким. Хотя, если он работает вот таким образом, с таким сведением, то ладно, я могу, я готов и поверить. ХЗ, блядь. Ну, сводит же не он. Но я так понял, в сведении трека вообще не участвует. Вообще не следит, что там сводят. Самое главное, что состыковка, это когда они снимали сниппет на попсу, то там был один чел, похожий на у Ширу и Geform и один левый чел. А у Ширу еще биты пишет о Geform нет. Кстати, вот, тоже как варик. Вот. Как-то так, короче, трек очень второсортен, очень неактуален и боюсь за альбом. Я напишу, короче, опасения за альбом 3. Это уже третий раз, когда я прям, ну, ну, это просто пиздец. Ну, нет, я напишу что-нибудь поинтересней. ХЗ. Вот. Короче, хуй знает, какая-то хуйня, честно. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии. Не забывайте про Телеграм, Твич, Бусти, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.